Совсем скоро в Самарской области одним очагом культуры станет больше. Привести в порядок здание Сызранского театра драмы поручил глава региона. Капитальный ремонт здесь проводится впервые. Стоимость работ составит порядка 100 миллионов рублей. В основном это средства областной казны. В здании уже обновили фасады кровлю, заменили полы и инженерные сети. Николай Меркушкин заметил недочеты, слишком узкие проходы между рядами в зрительном зале. Людям будет неудобно, дизайн проект будет доработан. Это главный вопрос, имейте в виду. Главный вопрос. Как человек пришел, а как сидит? Выдерживает, не выдерживает. Как он занимает свое место? Пришел позже, в середине его места. Как он занимать будет свое место? Завершаются строительные работы в Ледовом дворце. Старт стройки губернатор дал в прошлом году. Это будет первая ледовая арена в Сызрани. Здесь горожане смогут заниматься хоккеем круглый год. Помещение будут использовать и как концертную площадку. Но и здесь не обошлось без замечаний. Губернатор отметил, в здании не предусмотрена звукоизоляция крыши. Везло и тэхо. А что надо сделать, чтобы не было эхо? Шум поглощения. Ну, сделано? Нет. Почему? У нас в проекте предусмотрено только звук. Возглощающие панели 165 квадратных метров по двум стенам. Все недоработки строители должны устранить в ближайшее время. Губернатор проверил и ход строительства гемодиализмного центра при городской больнице. За три месяца на территории горбольницы появилось новое помещение. К лету запланировано поставка медоборудования для помощи пациентам с почечной недостаточностью. Строится пережением графика. Отопление по временной схеме сбросить. Окна вставили. Ну, контур весь заказ. То есть, мы планируем, что в числе 15 сентября уже начальник в Катуре стяжки будет. По графику у нас сентябрь, но я думаю, что мы в июне закончим. Готовится встречать юных воспитанников и новый детский сад на 15 групп в юго-западном районе Сызрани. Объект полностью закроет вопрос с очередью для жителей этого района. Лариса Шлафаст, Максим Гусев, События.